Я традиционно рассказываю эту тему, то есть задачу про стабильные мэтчинги, на своих лекциях. И вот однажды один из моих студентов, твиттер-пользователь так или иначе, написал, прослушав эту лекцию, твит следующего содержания. В мэтчинге это совсем неинтересно. Где вариант М3 в предпочтениях мужчины М1? Где накал страстей, я вас спрашиваю? А действительно, почему бы не рассмотреть и такую задачу? Почему бы не рассмотреть задачу, в которой каждый агент имеет предпочтение на множестве всех агентов? Получим ли мы точно такие же результаты, как для стандартной модели свадебного рынка? Мы можем, например, рассмотреть задачу, в которой агенты выбирают соседа по комнате. И тогда нам не важно, какого пола будет этот сосед. В этой задаче мы рассмотрим множество всех агентов, включающие в себя множество мужчин М, множество женщин W. Каждый из агентов может образовать пару с любым другим агентом из этого множества, ну или остаться одиноким. Всегда ли эта задача имеет решение? Действительно ли для любого набора предпочтений на множестве других агентов можно будет найти стабильный мэчинг и в этом случае? Ответ – нет. Не для любых предпочтений это будет так. И это принципиально отличает эту задачу от той задачи, которую мы рассматривали ранее. Давайте убедимся в этом. Рассмотрим множество агентов, состоящие из мужчин М1, М2, женщин W1, W2. И пусть агенты имеют следующие предпочтения. Заметим, что каждый из агентов М1, М2 и W1 стоит на первом месте в цепочке предпочтений у другого какого-то агента. Из-за этого в этом примере стабильных мэчингов не будет. Давайте посмотрим на женщину W2. Это последняя альтернатива в предпочтениях как у М1, так у М2, так и у W1. Не считая альтернативы остаться одиноким, любой мэчинг, в котором женщина W2 будет в паре либо с М1, либо с М2, либо с W1 стабильным не будет. Потому что с кем бы ни оказалась в паре женщина W2, эта пара захочет ее бросить. А один из двух оставшихся вариантов заведомо примет эту пару к себе, поскольку эта пара будет первой в цепочке предпочтений у этого агента. В результате этого они оба смогут улучшить имеющуюся друг у друга альтернативу по сравнению с тем мэчингом, который мы рассматриваем. И это означает, что рассматриваемый мэчинг стабильным не является. Нарушается свойство парной рациональности. Мэчинг, в котором женщина W2 останется одной, так же стабильным не будет. Потому что в результате этого без партнера останется, по крайней мере, еще один агент. Но тогда один из тех, кто сумел образовать пару, захочет бросить находящегося в паре с ним или с ней партнера и переехать к этому одинокому агенту. И тогда одинокий агент с радостью его примет. Значит, этот мэчинг тоже не является стабильным. Получается, что при заданном наборе предпочтений стабильных мэчингов не существует. Таким образом, решить задачу о соседях по комнате, то есть задачу, в которой у каждого агента есть набор предпочтений на множестве всех агентов, можно не всегда. Однако, существует алгоритм, с помощью которого можно определить, действительно ли стабильный мэчинг в этой задаче существует. И если он существует, то этот алгоритм позволяет найти его.